Сегодня мы побывали еще в одном месте на Северном Кипре, в пещере Инджир-Ле. Пещера Инджирного дерева, гипсовая пещера природного происхождения, самая большая на Кипре. Вход платный, взрослым 30 лир с человека, детям бесплатно, выходной в понедельник, среда. Своё название пещера получила благодаря Инджирному дереву, за которым спрятан вход в пещеру. Общая длина пещеры 311 метров, на сегодняшний день 70 метров укреплено, освещено и открыто для посетителей. В боковые неосвещенные галереи вход запрещен, смотритель пещеры говорит, что в лабиринтах легко заблудиться. Ширина пещеры варьируется от 1 до 7 метров, высота от 500 до 6 метров. Перепад высоты достигает 14 метров. Существовал ещё как минимум один выход из пещеры с западной стороны, но либо он был заванилен, либо всё ещё ожидает своих первооткрывателей. Согласно геологическим исследованиям, возраст пещеры составляет примерно 2 миллиона лет, а гипсовый слой был сформулирован в течение 150-200 тысяч лет. Пещера Инжирле богата сталактитами, наросты в виде сосулек, свисающие с потолка пещеры. Сталагмитами, наросты, образующие на полу пещеры. И сталагматами, сросшиеся сталактиты и сталагмитами. По одной из версий, пещера Инжирле была пристанищем воров и контрабандистом. Благодаря удачно замаскированному входу, полиция и местные жители долгое время не могли подозревать о существовании. В пещере в 1951-59 годах, во время национально-освободительной войны гиприотов против английской колонизации, бойцы за независимость нашли убежище в тени финикового дерева. Даже когда полиция обнаружила вход, пещеры внутри они никого не обнаружили. В 1995 году силами жителей ближайших деревен пещера была благоустроена и открыта для посещений. Единственная в Турецкой республике Кипра гипсовая пещера находится в двух километрах от деревни Джинарли, неподалеку от города Помогусты. В некоторых местах взрослому человеку приходится нагибаться, чтобы не разбить себе голову. Есть поверье, что женщина, желающая родить ребенка, должна съесть фигу с этого инжирного дерева и спуститься в пещеру. В пещере сыро, не жарко. На улице была, кстати, жара, мы приехали в мае, поэтому здесь вы можете отдохнуть от палящего солнца. Видите сейчас, как начнутся у меня схватки в пещерах? Подземлей. И рожел тут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...